В конкурсном управляющем подготовлено предложение по реализации недвижимого имущества. Поподробнее остановлюсь. Это 115 позиций недвижимости, собранные в 15 сборных лотов. Все видели, но вкратце, без копеек расскажу. Первый блок – это у нас комплекс промышленных зданий сооружений, в том числе медлица паровая мукомольня Шмидта 1899 года, зданий медлицы Бороля, паровая мукомольня 1974-1979 года, подъемительный участок, 52 позиции и демельный участок, расположенный в Саратов, улице Чернышевского, 90. Балансовая стоимость, то есть та стоимость, по которой подъех недвижимости было прожжено в балансе банка, составляет 235 миллионов 633 тысячи 401 рубля 96 копеек. По результатам определенной оценки стоимость составляет 167 миллионов 866 тысячи 169 рублей 17 копеек. В конкурсном управляющем принято решение о выставлении по максимальной стоимости, то есть на первых торгах указанное объект недвижимости будет реализовываться по цене 235 миллионов 633 тысячи 401 рубля 96 копеек. Следующий блок – комплекс промышленных зданий и сооружений по адресу Саратов, публичный 1. Балансовая 93 миллиона 144 тысячи, оценочная 72 миллиона 804 тысячи. Комплекс зданий и сооружений Новоузенская, сельхозназначение, бывшая птицефабрика. Балансовая 33 843, оценочная 18 817, нежилое помещение Рахова 129, офис банка. Балансовая 205 миллионов 817 тысяч, оценочная 47 миллионов 609 тысяч. Нежилое помещение Чапаева, 19 дробь 27, там три помещения 150 метров, 382 метра, 61 метр. Балансовая 63 миллиона 692 тысяч, оценочная 26 миллионов 153. Алексейский дом 3, первый этаж 149 квадратов, балансовая 10 300, оценочная 5 500, нежилое помещение 173 метра, Первомайская 63 дробь 48, балансовая стоимость 6 770, оценочная 6 495, нежилое помещение 86 метров. Таратовская область, город Саратов, Усть-Курдюнская, первый этаж. Оценочная балансовая 7 миллионов 223 тысяча, оценочная 3 миллиона 97 тысяч рублей. Нежилое помещение 105 квадратных метров, Астраханская 10 дробь 2. Балансовая стоимость 7 323, оценочная 5 миллионов 56 тысяч рублей. Нежилое помещение 676 квадратных метров, Саратов, Горького, дом 30, с литером А. Балансовая 19 миллионов 702 тысяч рублей, оценочная 18 миллионов 288 тысяч рублей. Нежилое здание, пожарно-строжевой пункт, 602 квадратных метров, земельный участок 44, город Саратов, улица Увольская, дом 2. Балансовая 4 140, ровно, оценочная 6 914, жилой дом 587 квадратных метров, земельным участком Таратовского область, Сенковский район, поселок Прибрежный, улица Наверное, дом 3. Балансовая стоимость 9 517, оценочная 7 340, нежилое помещение 555 и 7 квадратных метров, город Москва, Шабашский перелул, дом 4, корпус 2, нулевой этаж, подвал. Балансовая 36 510, оценочная 28 793, провалена земельного участка 180 тысяч квадратных метров, плюс-минус 712, Саратовская область, Лидерский район, село Новая Терновка. Земли сельхозназначения, срок аренды на 49 лет, по 30 октября 2061 года. Балансовая 1 102, оценочная 2 417, также 15 октября у нас нефтериальные активы, это исключительные права на товарные знакы 2К банк, свидетельство 33 15 76, балансовая стоимость 51 500 рублей. Общий пул, выставляемый на торги имущества, поставляет следующие цифры. По балансовой стоимости указанные объекты, активы, поставляют следующую стоимость 734 779 353 рубля 11 копеек. Оценочная стоимость указанных активов 417 169 298 рублей 85 копеек. Начальная продажная цена, как я говорю, мы берем везде максимальную, 738 869 346 рублей 61 копеек. Мы очень надеемся, что эти объекты от нас уйдут, мы избавимся с вами от содержания, от коммунальных платежей, от содержания этих объектов. Уважаемые предиторы, норму закона никто не отменял, но там и стоим, и стоять будет. По календарю продвижемся. Протокол сегодня, надеюсь, много, завтра с утра будет в суде, в собрании предиторов. Если все получается, 14-го публикация в ЕПРСБ, а первая публикация в начале торгов минимум 30 дней. По опыту 35. Первый опцион, не позднее, 18 сентября. Почему тогда и раньше не могли выставить вот эти вот танки, вот эти вот лоты раньше, чем... Он потребовал соколы, получается. Сейчас я все время вижу на сайте АСВ, что все время сдается, значит, все здания, под склады и так далее. Все денежные средства, то есть вот мы вернусь немножечко назад, мы обсуждали, да, что мы имеем с вами держа на балансе объекта недвижимости. И отсутствие утвержденного комитетом кредиторов предложения по торгам, которые мы вынесли в сентябре месяца, да. Поэтому я бы хотел с вами в более широком кругу утвердить эти положения по торгам. Если мы с вами не утвердили, мы будем видеть с вами в расходной части коммунальные платежи, охрану, электричество. Так, не местный сам, ну, по-моему, у вас пляж какой-то, да, открылся там, пабличный 90, если не ошибаюсь, где-то рядом. Вот у нас личные проблемы, то есть администрация с какими-то коммунальными системами, ночные вызовы, сотрудники, там, а снизаторские какие-то, и вам купаться нельзя, и мы никак не... Мы же нам... Ну, у нас нет такой функции, чтобы приводить, скажем так, какое-то мега-соответствие. Давайте так, мы же за наш с вами счет не будем ремонтировать, правильно, какой-то там кусок инфраструктуры. Чем быстрее мы продадим, тем лучше будет. Вы гарантируете, что вот сейчас вот эта торговая площадка по максимуму продаст всю недвижимость, которая есть. Что, у нас уже есть предложение, которое хотят купить вот эти. Вы говорите, что саратик у нас убедает, я не знаю. И где гарантия того, очень много аренды сейчас появилось, пустой. Вот сейчас даже вы говорили, что у вас есть укричины короткие уговора аренды, в соответствии с которым у вас идут деньги, вам хватит. То есть есть сейчас уже те юридические лица, которые хотят купить это имущество по максимальной цене? Уважаемый председатель, я напрямую, да, встречи такие не проводят. Да, с покупателями заинтересантами, да, да, да. Ну, у меня такой информации нет, поэтому я бы и хотел, чтобы указанная специально юридическая организация очень плотно занялась этим вопросом. С учетом информации, вот имеющейся по арене. Переходим к голосованию по первому вопросу повестки дня. 74 бюллетеня было выдано, все 74 бюллетеня было выдано, 73 сдано, 1 бюллетень не сдан. Количество голосов в бюллетене 240 миллионов 633 тысяча 981 голос за принятие решения в поставленном вопросе. То есть за утверждение предложения. 51 миллиард 752 миллиона 350 тысяч 912 голосов, что составляет 82,7 процента от числа голосов-предиторов, присутствующих зарегистрированных на сахаре. О предложении конкурсов-управляющих о порядке сроков и условиях проведения торгов в форме аукциона и посредством публичного предложения мышцам банка. Один лот. Абсолютно правильно. Условие аналогичное. Лот у нас один, он является у нас сводным. Это право требования к 9 юридическим лицам. Право требования к 9 юридическим лицам составляют балансовую стоимость. Она же будет являться начальной продажной ценой на первом аукционе. 2 миллиарда 776 миллионов 15 тысяч 898 рублей 64 копейки. Она же является начальной продажной. Указанные должники у нас находятся в фруктуру и банкротка. Для того, чтобы восстановить платежспособность, не представляется возможным, банком подано заявление по банкротству указанной группы заемщиков. В последующем, если конкурсно-управляющий будет принято решение о реализации, именно их право требований, так же будет вынесено на ваше рассмотрение. Вы в этом восстановлении сами писали, как основание его отменить, что нельзя входить в процедуру банкротства. Это придет затягивание в процедуру. Ну вот мы с вами пришли в итоге, что у нас до подачи заявления о банкротстве ни копейки в поступлении денежных средств не было. Согласны? Ну, вы же сами... А вы представитель у нас? Рус, зерна, трейд. А вы когда нам отдали себе 926 161 406 рублей 55 копеек, плюс задолженность по процентам 79 166 тысяч, плюс пеня 10 687 тысяч. И причем груз зерна трейд, в отличие от иных, да, вообще ни копеек не заплатил. Ну, понятно, потому что мы не даем работать, но все это арестованы, мы не можем не пили. А может быть обеспечения какое-нибудь сейчас посмотрите, нет? Вот я смотрю, обеспечения у вас вообще отсутствуют. Залог ни транспортных средств, ни земельных участков, ни оборудований, ни товаров в обороте. Я думаю, сейчас иным кредитурам больше вопросов, наверное, к вам, а не ко мне, к вас. Правильно? Нет. Подождите, мы согласны за эти деньги, не идти от банкротства, не увеличиваются. А что вам мешает перечистить денежные средства? Сейчас они работают, но согласны списать... А они полтора года уже работают? А они полтора года уже работают? Деньги? Нет. Почему же полтора года? Ну, да, деньги, да, все. У нас нет переградки. Деньги верните. Вот, я готов. Предоставьте информацию, вот что до копейки отрежет. Возвращаются деньги, потому что вы набрали договор, так вам и не заплатят. Потому что сейчас продадут имущество по проекту и в среде, и никогда не заплатят. Нет, не заплатят. А продаж вы получите меньше, чем вы получите от самого должника. А где остальные еще? Почему же вы их не подали? Но опять вы... Я предлагаю тогда рассказать немножечко побольше, наверное, да, собрание, когда мы закончим с поездкой. По общим вопросам. Уважаемые кредиторы, я свою позицию озвучил, как представитель конкурсного продающего. Я полностью поддерживаю позицию агентства. Прошу рассмотреть указанный вопрос, по крайней мере, в тех комментариях, которые получены. Если еще есть... За утверждение предложения по поставленному вопросу проголосовало 50 миллиардов 78 миллионов 831 тысяча 49 голосов. Это второй вопрос. Что составляет 80,03 от числа голосов кредиторов, присутствующих в зарегистрированных на собрании. О досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов банка, образованного в решении первого собрания кредиторов 31 июня 2020 года. С определением арбитражного суда Саратовской области приняты обеспечительные меры в виде запрета комитета кредиторов банка осуществлять деятельность комитета кредиторов до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления кредиторов. На признание недействительного решения собрания кредиторов в части принятия решения по вопросу, касающегося избрания членов кредитета кредиторов. Мы решили и поставили вопрос перед судом о распуске того комитета. Я скажу, потому что появилась информация, что члены комитета являются афилерными в отношении к бывшим собственникам. Эта информация сейчас проверяется, но во избежание того, она будет все проверяться в год. Но во избежание того, чтобы можно было работать... А вот тогда почему мы иногда не должны убивать? Да, поэтому информация проверяется, ее проверяется в суд. А группа? Соответственно, соответственно, все люди, им много, это бывшие директоры одного из... Это люди, которые так или иначе связаны с определенными структурами, которые, как мы предполагаем, но связаны с бывшим собственником. Соответственно, во избежание этой ситуации были поданы группой кредиторов, были поданы соответствующие заявления. И очень классно, что агентство страховательного уклада пошло навстречу и увидело эту проблему, и сейчас поставило вопрос о досрочном распуске сабоний комитета, в котором есть возможность заинтересовывать... Есть определенные ограничения, потому что указанное заявление, заключение направляется в правоохранительные органы, и 29 июня, по результатам направленного заявления Агентского с предложением заключения о проверке обстоятельства банкротства, возгласно уголовное дело в следственном управлении ОМВД по Саратовскому. По части первой статьи 201. Заявление направлено 11 мая 2021 года Агентством ВСУ ГРУ МВД России по Саратовскому. По 160 и 201 статьи с предложением заключения о проверке обстоятельства банкротства. К руководителям базы? По факту. По факту. Ну, я думаю, что вы все знаете, что у нас есть еще одно дело в отношении исполнительного органа кредитной организации, в отношении человека проводятся определенные следственные действия, он сотрудничает со следствием, мы максимально объемно выдаем информацию, которая необходима от нас. Ну, сейчас протокольно, наверное, все-таки зачитаю вам разрешить, да. То есть это пояснительная записка, которую мы планировали вынести на комитет к аудиторам для как раз освещения о результатах проверки обстоятельства банкротства. Комплексы управляют сейчас всю проверку, далее проверка обстоятельства банкротства ОМВД на период с 1.0.18 по 24 января 2020 года. В результатах, которые оформлены заключением обстоятельства банкротства. По итогам проверки признаки преднамеренного банкротства банка не выявлены. Причинами банкротства банка или совокупственности повышенные риски управления ликвидностью, неисполнение третьими лицами обязательств в отношении банка после авториценки, банкротства ряда заемщиков вызов и совершенствований. Вместе, в ходе проверки, основной сделки и операции, причиняющие ущерб банку. А именно, выдача технических судов, замещение не переоценивания судной задолженности, техническую дивидендовскую задолженность, снятие обеспечения в ходе судной задолженности. Указанные сделки и операции совершены руководительной банкой и его контролирующими лицами. Одобрение совершено сделок, рассчитывая справление банка, а также приедет на комитетный банк, заставка которого руководство банка. Фамилия не озвучиваю, цифру не озвучиваю, является информацией, которая на праздниках руководительной органы, и поэтому является, надо сказать, информацией ограниченного распространения. А планы у вас в себя? Да, ты все-таки интересовы по-настоящему. Тогда, хотя бы посмотрим, например. Уважаемый, это тоже очень сложный инструментарий. Я имею в виду взыскание убытков, либо привлечение к судно-зервной ответственности. В первую очередь, наверное, мы делаем то, что для оперативности это направление правоохранительного органа, чтобы как-то застопорить определенные имущества, требования людей. Еще есть параллельный процесс, абсолютно правильно, у нас представители, да, кредиторы выступают, спрашивают, вернее, извучивают информацию. Это еще взыскание либо убытков, либо в судно-зервной ответственности. Следовательный период большой, сами понимаете. 18-19-20-е годы. Сделок совершенных в указанный период огромное количество. Те сделки, которые были отнесены к разряду выдачи, замещений, либо каких-то связей от применений, они выявлены. Сейчас для формирования позиций и подготовки заявления необходимо сформировать именно эти пакеты документов. Надо положить это грамотно описать. Юристы, занимающиеся указанным направлением, специалисты, агентства, экстрематические департаменты, есть у нас подразделения специальные, занимающиеся этим вопросом, грамотные, с огромнейшим опытом. Мне кажется, это агентство и сформировало в основной своей массе практику в заключении государственной ответственности и к убыткам. В процентном соотношении, прошу прощения, врать не буду, но это какие-то единичные проценты отказов, либо уменьшение суммы требований по убыткам, по убыткам, то есть в основной своей технической массе, формированная судебной практикой, агентством, она сдавила свои положительные плоды. Какую инициативную группу вы представляете в данном собрании? В данном собрании, на самом деле, очень знаковая ситуация, очень знаковая история для ситуации банкротства банка. Мы представляем сконсортированную большинство предиторов, которые объединились, объединили свои усилия и, собственно, выдвигают определенные свои пожелания и готовы конструктивно работать с агентством по направлению взыскания денежных средств, с недобросовестных кредиторов, с недобросовестных божеников банка, с недобросовестных бывших, возможно, собственников. То есть наша задача такая. Как я понял, в вашей группе в основном товарищество собственников жилья? Большое количество, если посмотреть по количеству кредиторов, по количеству, не по сумме, а по количеству, большое количество ТСЖ, СНТ. И я вам очень благодарна, да, очень благодарна, что они присоединились, потому что они, в общем-то, на самом деле вышли на нас. Потому что видели нашу активность, и мы очень рады, что мы смогли объединить, консолидировать свои усилия и будем продолжать конструктивно работать. Мы сегодня на собрании услышали главное, что агентство в лице его представителя готово работать конструктивно. Они сделали большие сейчас, ну, такие серьезные заявления, они сказали о том, что, в общем-то, они работают активно в направлении привлечения контролирующих лиц должника к ответственности, и это хороший знак. — О каких суммах в среднем хотя бы идет речь? — Я поняла по ТСЖ. Вы знаете, их очень много. То есть именно по количеству ТСЖ это где-то, мне кажется, 30+. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, больше 30 вот таких вот. Но вы поймите, да, что такое ТСЖ? Это дом. Дом на какой-нибудь улице Рябиновская, где деньги лежали в офисе НБК-банка. И то, что у них, эти деньги, которые у них остались, это вот как вот там приходили, рассказывали, они говорили о том, что вы понимаете, это каждый рубль, это пенсия бабушки, которая там взяла и заплатила нам за услуги. То есть там неважно большая сумма, да, там 300 тысяч, 100 тысяч сумма, там 700 тысяч, это неважно. Важно, что это кровные деньги. Это деньги для ТСЖ, которые они могли бы сделать ремонт или еще что-то, и в итоге они это потеряли. Я наслушалась, вот за это время наслушала огромное количество историй, и они на самом деле очень такие вот печальные, потому что там, ну, то есть там рассказывали, как 700 тысяч застряло, там один рассказывал, я лежу под капельницей, мне приходится рчение. Вот, очень грустно и печально, но я сегодня услышала главное, что будет конструктивная, хорошая, качественная работа, и мы на самом деле на очень большом позитиве.